Раскладываем брус. Устанавливается фундамент из бруса. Брус в палисандре, то есть в три слоя практически антисептик и краска в цвет. Выставляется на кирпичи, как мы видим. Потом, когда теплица установится, будет забиваться якоряку валдой, чтобы ее ветром ничем не несло. Это теплица готической формы, то есть капелька, но с прямой стеной. Подготавливаю тарки с прогонами, чтобы потом было легче сразу ставить и раскреплять. Прогоны крепятся с мороженными кроедлами, тоже в цвет 704. ШУПЛ бита на 8. Тарка собирается на два болта с шайбами М8. Скручивается. Устанавливают. Конечно, если взять бригаду, два человека, один монтажник собирает тоннель, он вообще один ставит. Иногда просит, например, второго монтажника поддержать. Сейчас вот ставится по центру. От центра всегда начинается, размечается. Арка ставится. Один монтажник держит арку, второй приставляет вторую арку. Прикрепляется самолет. Отверстия уже есть, просверлены на производстве. Все. Тарец пошел. Пол тоннеля собрали и сейчас торец собраны ставят и дальше пойду другую сторону откручивать, выставлять. Да, здесь еще, обратите внимание, заказали с доп. прогонами. Сверху дополнительные, по стене еще дополнительные. Пришли соседи. Познакомиться, да? Познакомиться? О-о-о! Обратите внимание, торцы покрываются и собираются на горизонтальной плоскости. То есть не там, как многие делают, а именно потому что это очень проще и легче. Сначала прикручивается дверь, если дверь с форточкой на петли. Видите? О-о-о! О-о! О-о! Вот этот торец берется и несется. Вот остался вам второй торец. Сейчас ребята уже прокрутили полностью в прогонную часть и ставится торец. Выставят его. Уже форточку делают. Каркас самая легкая. Собирается очень быстро. В течение буквально часа-полутора с фундаментом. Сейчас начнется, надо прикрутить верхний конек, то есть нижний, нижний конек. И в это время будут готовить форточные булки, то есть вырезать треугольники. Форточки на стенах накрутили. Стеновые две штуки, они на газлифтах будут. Форточки будут автоматически. Кто-то переживает, что теплица летает. У нас не летает. У нас забиваются вот такие ехля. Вот такой большой кувалдой. Набольшую глубину. Закручивается саморезом. Чернозем. Готов? Готов? Не думаю, не думаю, я знаю, что он ничего видать не будет. Делаем конек первым. Покрытие теплицы. Практически уже покрыли. Начинаем с крайних. Потом идет следующий с форточной булки. Потом будет последняя половинка на форточку. Чтобы все было внахлест красиво. Сейчас покажу вам. Вот как здесь. Эти форточка. Сверху двух листов. Чтобы было везде нахлест. Потом это обрезается. Низ подводится под форточку. И получается форточка вся внахлест. Сверху еще конек. Все это обкручивать надо. Покрытие. Можно идти спокойно в теплицу. Еще натягивает систему подвязки. Значит, отдирает поликарбонат. Обязательно пленку снимайте. С внутренней стороны и снаружи. Потому что это чисто транспортировочная пленка. И больше ни для чего не предназначена. Дождичек нас догнал. И это самое плохое. Каркас поставили. У нас стали форточные блоки и двери. И форточки стеновые. Газлифтов на форточки стеновые. Чтобы вот так красиво открывалась. От точки от центра до низа форточки 30 сантиметров. Видишь, вот такой вот. Крепится, значит, одна вот так. Сюда крепление. Вторая вот так вот. На клопы. И получается. Вот такая вот прекрасная форточка стеновая на газлифтах. Они с двух сторон ставятся. Сейчас еще с другой стороны. Газлифт ставится с двух сторон. Здесь и здесь. Типлицу фактически. Уральская VIP 3. Заказчик заказчика заказал цвет. Серенький. 7004. Цвет. Ну, такой серый. Комплектация, значит, дверь с форточкой. В другом торце дверь с форточкой. Два форточных блок автоматических в коньке. То есть, четыре форточки. И две форточки стеновые на газлифтах. Сейчас я вам поближе покажу. Ширина теплица три метра. Длина шесть. Сотовый поликарбонат. Новатро. Клотностью 0,75. Все торцы закрыты перфолентой торцевым профилем. По низу. Также здесь натянута система подвязки. Сейчас я вам покажу. Заказчику сдали уже. Ручки, замки двойные. То есть, открывается, закрывается с двух сторон. Также фиксируется все на крючок. Уплотнитель торцевой. Везде по низу. Торцевой профиль с перфолентой. Шайбочки в цвет. Красиво. Закрываем изнутри. Виша объясняет, как пользоваться. Не, не, не. Сейчас я просто... Тут стоит у нас на зиму. Стоит пангалет одной рукой. Раз. Отпустили. Вот так открывается. Закрываем. И на зиму, например, закрываем. Здесь также дополнительно заказали. Раз ряд и два ряд. Два ряда прогонов. Система подвязки. Трос ПВХ. Три на четыре. И соль. Солнышко. Он приоткроет. Он не успеет закричать холодно. Вот вы что, отключайтесь. Поточные лопатники с автоматами термоприводами. На другом торце дверь. Вам понравилось все? Да. Все отлично. И нам тоже. Погода только бы другое. Да, погода только подвела. Так, печень. Вчера постирали себе. Вчера постирали. Сегодня постираешь еще. Машинка есть и реально главное. Спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверху. И будет всем садоводам счастье.